Всем привет! В этом видео мы с вами отправимся в остров мечты. Я была там в прошлом году в октябре, но сейчас, как я уже рассказывала в своих прошлых видео, я собираю материалы со всех, так сказать, лет, которые я снимала, но так и не довела до результата. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о нашем маленьком путешествии на остров мечты. Пришла жопка. Здравствуйте! Я хочу просто поделиться своими эмоциями, показать, как это было, чтобы был контент на канале, чтобы всё-таки он осветился. Поэтому не буду вдаваться в детали, как мы добирались, сколько стоили билеты. Это всё и так есть в общем доступе, скажем так. Пожалуй, хочется начать с того, что поехали в остров мечты мы исключительно из-за мира Хеллоу-Кити. Потому что у меня просто фанатизм по вот этому лору, или как это правильно называть. И мой молодой человек подарил мне, так сказать, поход в этот мир Хеллоу-Кити. Но оказалось там очень много разных локаций, о которых мы не знали. Мы не читали вообще ничего про этот остров мечты. И мы просто шли туда, куда идётся. И вот первым делом мы зашли в мир черепашек-ниндзя и сели на аттракцион. Мы удивились, что до него нужно было очень долго идти, как будто бы очередь обычно занимает часа два. И вот мы пришли, спокойно сели, прокатились. Я сейчас поставлю видео, как это выглядит. КОНЕЦ Просто нам сказали сдавать телефоны Мы пытались найти в интернете по QR-кодику Типа, найдите себя здесь Там был такой Но, к сожалению, ничего не нашли Поэтому пришлось ставить видео с интернета Но, короче говоря, там были мертвые петли Вот это все И вот моя честная реакция сразу после аттракциона Это трэш Это просто трэш Мне так вмяло в спину Вот так вот просто Я даже не напомнил Как выяснилось позже, оказывается, это самый страшный аттракцион в Острове Мечты Я очень боюсь на самом деле всех этих штук Но чувствовала себя комфортно на этом аттракционе Было прикольно Мой молодой человек вообще жутко такого боится Но все пришло хорошо Было довольно безопасно, спокойно Перед запуском, конечно же, там вот люди, которые работают, шутили Что там что-то... Ой, мы что-то там не закрепили Ну, короче, понятно, это все уже у нас пройденная тема В общем, я была просто в восторге Мне безумно понравилось Плюс ко всему, мы зашли в пиццерию К черепашкам ниндзя попробовали пиццу Было очень вкусно И, знаете, так атмосферно, так прикольно Правда, чувствуешь себя ребенком Ну и там рядышком, конечно же, я увидела мир Hello Kitty Свой заветный мир Я пришла вся в розовеньком, чтобы супер мило пофоткаться там Поиграли в автомат и ничего не выиграли И нажми, когда он захватит Ну ладно Покатались на карусельках-капкейках Это было очень мило Это было вообще не страшно, не прикольно Это было просто очень мило А потом я попала на выступление Hello Kitty Это тоже было просто кьют В Японии такие выступления На самом деле частая практика Привет всем, я Майк Мелоди А я Дэнил Па Давайте все петь и веселиться В этот незабываемый, особенный и замечательный день Это, это нравится Не знаю, мне так это все понравилось Я купила там себе рамку для фотографий А, брелочек, кружечку с Hello Kitty Плюс ко всему Я в детстве безумно фанатела от смурфиков Я просто, я мечтала попасть в эту смурфляндию Или как она называется У меня на дне рождения даже был аниматор смурфета И я просто, я не знаю почему Но вот я обожала этот мультик в детстве И когда я узнала, что там есть эта смурфляндия Я просто была в шоке Мы тоже туда пошли Погуляли Там, в общем, много маленьких домиков В каждом из которых это или кафешка Или просто обустроенный домик С какой-то, ну, мебелью Там, по сути, просто пофоткаться Провести время с детишками Вполне прикольно Давным-давно далеко в лесу Была спрятана деревня, где жили милые существа Которые называли себя смурфиками Также мы прошли по миру сафари Там нужно было покататься на такой лодочке с педаликами Но у нас было, к сожалению, очень мало времени Только когда не нужно было ехать на работу после этого Поэтому мы не останавливались нигде Что нас не интересовало И бежали дальше Мы побывали в кинотеатре Я, кстати, оттуда совсем ничего не сняла Это какой-то, типа, 360 кинотеатр Когда тебя там, ну, вот это вот трясёт Там всё показывает по сторонам В общем, это было прикольно Но, честно сказать, не впечатляюще То есть, да, вполне интересный экспириенс Но я бы не сказала, что я пошла бы туда во второй раз Также мы зашли в домик Снежной Королеве Походили по лабиринтам зеркальным Там были ещё аттракционы Но они были такие довольно детские Поэтому мы тоже на них не пошли И завершили мы наш поход в остров мечты Посещением замка Вроде как мультика монстры на каникулах Могу ошибаться Но там был очень-очень эффектный замок С летучими мышами С таким мостом Я реально думала, что там очень высоко Ну, то есть, вот будучи 18-летним взрослым Как бы человеком вполне Я думала, что мы реально высоко находимся Но если обглядеться, всё равно видно, что там стоят дым машины И... Ну, это всё сделано супер реалистично Пока мы стояли в очереди На нас смотрели какие-то скелетики Они там периодически вылазили И играли на балалайках Это прикольно Это элемент аттрактива Но всё-таки это очень-очень детское приключение То есть, потом вы проходите в коридорчик Вам проводят мини-экскурсию Сажают в лифт И высаживают уже в месте, где вы садитесь на вагонеточке И там вы вместе едете И там на вас кто-то вум-бум выпрыгивает Это было просто очень мило Действительно детское такое прикольное развлечение О, нифига нас крутят Что ж, ну и на этом наше приключение Закончилось в острове мечты Что хочу сказать по фидбэку Мне безумно понравилось Знаете, хейта очень много в остров мечты По поводу того, что, ну это типа позор Называть это российским Диснейлендом И всё такое Знаете, да пофиг вообще Просто пофиг Аттракцион самый первый был страшный Но при этом было не страшно, знаете За то, что он развалится Типа, как зачастую в России На любом аттракционе, на котором ты катаешься Люди были супер приветливые Цены вполне нормальные Очень мило всё обустроено Вкусная еда Так что, знаете Я была в восторге Мне понравилось Я почувствовала себя ребёнком И, пожалуй, это главная цель Которую я Как бы с которой я Иду в такое место, как остров мечты Спасибо огромное за просмотр Пишите в комментариях Бывали ли вы в острове мечты Катались ли вы на этой мёртвой петле Черепашек-ниндзя Пробовали ли вы пиццу там Вообще, в общем, как вам Если вы там были Делитесь фидбайком в комментариях Подписывайтесь Ставьте лайки И ждите новые видео Их теперь будет очень много Я планирую выпускать по одному видео в неделю Подписывайтесь на все мои соцсети На Телеграм, Инстаграм И до встречи в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok